Принцип неопределенности, код Шрёдингера, квантовая запутанность. Кажется, что все это космически далеко от нашей повседневной обычной жизни. Мы видим проявления последствий квантовой физики буквально в каждом своем действии. Мы как бы саму материю, из которой сделан мир, начинаем использовать совершенно по-новому. В какой мере, в принципе, мы можем познать наш мир? Есть ли этому фундаментальные ограничения? Я думаю, что в нашем мозгу есть определенные процессы, за которые отвечает квантовая физика. Если пофантазировать чуть дальше, как вы считаете, что может стать такой новой плазмой? Ну вот квантовый компьютер в каком-то смысле — это новая фаза материи. Школьники, которые приходят к нам на стажировку, учатся программировать квантовые компьютеры. Когда люди думали о развитии классических компьютеров, они делали поразительно неправильные предсказания. Всем привет! Квантовая физика — один из величайших интеллектуальных триумфов в истории человеческой цивилизации. Но для большинства людей она кажется чем-то очень абстрактным. Принцип неопределенности, код Шрёдингера, квантовая запутанность — кажется, что все это космически далеко от нашей повседневной обычной жизни. Но действительно ли это так? Или на самом деле этот квантовый мир гораздо ближе к нам, чем кажется? Хочу сегодня поговорить об этом с руководителем научной группы Российского квантового центра, профессором Алексеем Фёдоровым. Алексей, здрасте! Добрый день! Смотрите, мы как бы привыкли думать, что мир элементарных частиц — это какая-то вообще другая реальность, никак не пересекающая с нашим привычным макромиром. Вот есть какой-то самый глубокий уровень бытия с этими странными законами, по которым живут ещё более странные элементарные частицы. Глазами их не увидеть, даже там в микроскопе и руками тем более не потрогать. Но на самом деле оказывается, что этот мир вполне виден и очень даже осязаем. Вот об него можно буквально обжечься, потому что, например, обычный кухонный тостер жарит нам хлеб благодаря квантовому феномену. Правильно? Вот объясните, почему там горячие объекты излучают тепло и светятся красным цветом? Это ведь та самая проблема для решения, которой, собственно, была изобретена квантовая физика. Квантовая физика возникла в попытке решить одну очень конкретную проблему — проблема излучения спектра абсолютного чёрного тела. Научная постановка, может быть, приведёт нас к таким не саморелевантным деталям, но суть действительно вопроса очень проста. Если тела излучают, то как это происходит? Почему они не остывают до абсолютного нуля? И так далее. То есть как происходит излучение? И так получилось, что в конце 19-го, начале 20-го века это было одной из нерешённых проблем. И в попытке объяснить этот процесс, как происходит излучение, Макс Планк вёл концепцию, гипотезу, что излучение происходит не непрерывно. Вот это нагревание, которое мы чувствуем, оно не непрерывно. Оно на самом деле происходит благодаря отдельным порциям энергии, которые он назвал квантами. И если говорить о нашей повседневной жизни, то мы можем при помощи классической физики достаточно хорошо объяснить какие-то макроскопические последствия. То есть то, как это выглядит на нашем уровне. Но если мы хотим понять фундаментальный принцип, фундаментальную концепцию того, как это происходит, то для этого необходима квантовая физика, квантовая механика. И совершенно верно было отмечено, что это привело нас к изменению картины мира. Казалось бы, решение одной небольшой проблемы на стыке на рубеже веков привело к нас к тому, что картина мира физики абсолютно поменялась. И мы видим проявление последствий квантовой физики буквально в каждом своем действии. Вот наш с вами сейчас разговор, он задействует огромное количество аппаратуры, электроники, которой не возникло бы, если бы не появилась квантовая физика. Хорошо. Значит, получается, что до Макса Планка физики не понимали, почему при нагревании металл начинает светиться и греть. Но это же не мешало людям тысячелетиями этим пользоваться. Они понимали что-то об этом, но экспериментальные данные не исходили с теоретическими моделями. То есть когда мы пытались объяснить некоторые теоретические последствия, значит, теория не исходила с экспериментом. В эксперименте мы видели одну кривую, а теория нам предсказывала другие кривые. Вот для того, чтобы эта картина мира сошлась в нечто единое, потребовалось ввести такую концепцию, что энергия, есть некоторая порция, это величина пропорциональной частоте через константы, которые называются константы Макса Планка. Действительно нагревать пищу много сотен лет не мешало непониманию процессов излучения. Но, например, чтобы понять, как на фундаментальном уровне устроены атомы, молекулы, нам для этого нужно было ввести квантовую механику и начать ее использовать. Вот скажите, Алексей, если вот совсем просто говорить, можно сказать, что квантовая механика – это большее чудо, чем электричество? Для меня это так. Это, конечно, такой, возможно, немножко философский вопрос о том, какое научное открытие можно считать таким самым главным сменой парадигмы мышления. Но для меня это абсолютно точно квантовая механика, потому что она поменяла принципы, на которых строилась физика. До появления квантовой механики физика строилась на принципах полного детерминизма. Мы предполагали, что если нам известны начальные условия, можем в нашей Вселенной посчитать все. Мы знаем все взаимодействия – это гравитационное взаимодействие, электромагнитное взаимодействие. И этим ограничен наш мир. Дайте мне начальные условия, посчитаю все. В обратном времени, в прямом времени и так далее. С появлением квантовой механики возникла концепция недотерминизма, вероятности, квантовой запутанности, понимание, что не все процессы легко посчитать. И поэтому, с точки зрения такого интеллектуального триумфа, и, пожалуй, да, это изменение парадигмы, как говорил один из основателей квантовой механики Ли Фаландао, что величайшим триумфом человеческого гения является то, что мы можем понять вещи, которые не в силах вообразить. То, как ведут себя квантовые объекты, мы не в силах вообразить, но мы способны понять последствия квантовой механики, написать уравнения и, более того, изобрести приборы и устройства. Понятно. Смотрите, пока что мы с вами беседовали о каких-то вещах, которыми люди пользовались давно, просто не знали, что там работает квантовая механика. Давайте перейдем к новейшей эпохе, это второй половине 20 века, когда мы уже открыли этот недавний квантовый мир, написали его главные уравнения и поняли, как он устроен. И начали учиться им управлять. Окей, в 50-х случилась так называемая первая квантовая революция, и у него два главных символа. Это транзистор и лазер. Вот давайте разбирать, почему именно эти изобретения и чем они так важны. Безусловно, о появлении лазеров и транзисторов мы обязаны квантовой механике. Если мы вернемся опять к истории Макса Планка, он вводит концепцию квантов. Что происходит в научном сообществе? Многие эту концепцию не разделяют и считают, что это некоторый математический трюк, который позволяет описать эксперимент, но не является чем-то фундаментальным. И большая часть консервативного научного сообщества принимает квантовую механику очень осторожно, потому что она действительно очень сильна в своем изменении парадигмы. Но есть и молодое научное сообщество, молодые ученые, которые эту идею подхватывают и начинают очень активно развивать. Каким образом? Применять квантовую механику для описания все большего и большего класса явлений. Потому что, как я уже говорил, сказать, что это была единственная проблема нельзя, потому что мы не понимали, как устроены атомы. Мы начали понимать, как устроены атомы благодаря квантовой механике. Мы не очень понимали, как устроены некоторые свойства твердых тел. Опять же, мы стали это понимать благодаря квантовой механике. И, наверное, нам всем известно имя Альберта Эйнштейна. Альберт Эйнштейн одни из первых своих работ посвятил квантовой физике. Он получил свое Нобелевское премие за квантовую теорию фотоэффекта, за описание того, как происходит взаимодействие фотонов с электронами и так далее. Также одна из его ключевых работ посвящена концепции лазера. Устройство, которое может выдавать некоторые так называемые когерентные излучения. Это излучение, в котором все фотоны обладают примерно одинаковыми свойствами. Именно поэтому мы, когда нажимаем на кнопку лазера, мы видим, что все фотоны одного цвета. Длина волны, частота у этих квантов одинаковая, поэтому мы видим такое излучение. Эйнштейн, собственно, описал теоретически работу лазера, и концепция лазера была разработана, за это была получена Нобелевская премия, в том числе нашими соотечественниками, Басовым и Прохоровым. И лазеры стали инструментом. Нельзя сказать, что они сразу вошли в практическую жизнь. Они сначала были инструментом для лабораторных исследований и каких-то узкоспециализированных задач. Но с развитием нашего общества мы можем встретить лазеры очень много где. Ну, конечно, я думаю, часть аудитории помнит лазерные диски. То есть мы используем лазеры для записи информации. Лазер используется для резки по металлу. Лазер используется для передачи информации. Лазер используется в качестве скальпелей в медицинских процедурах. И вот эти свойства узконаправленного, сфокусированного, излучения определенных длин волны, важны для огромного класса практических применений. Вторая большая ветка – это транзисторы. Что такое транзисторы? Это некоторое устройство, которое позволяет кодировать информацию в параметры напряжения и позволяет тем самым выстраивать некоторые логические элементы. И появлению транзистора, глубокому осмыслению его работы мы, опять же, должны быть благодарны квантовой физике, потому что то, как работают на уровне фундаментальных объектов, электроны в твердом теле, как создать потенциалы для них, мы должны быть обязаны квантовой физике. Она описала квантовую природу таких вещей, как проводимость, как полупроводники, как сверхпроводники и так далее. Говорить о применении транзистора можно, и мы все пользуемся плодами развития этой революции, которая произошла в начале 60-х. Мы поняли, что наилучший элемент для построения транзисторов – это кремний, и начали год от года увеличивать мощность компьютеров. Да, и сейчас размеры транзисторов уже очень миниатюрные, и там мы непосредственно наблюдаем роль квантовых эффектов. Поэтому действительно первая квантовая революция сформировала облик мира, в котором мы живем. Наш мир стал информационным благодаря лазерам и транзисторам. Окей, хорошо. Это, по сути, начало новой технологической эры, эра полупроводников, когда мы обнаружили, что гворные и другие материалы, они оказываются буквально такими калитками между нашим и квантовым миром. Я правильно это понимаю? Да, в каком-то смысле, да. То есть мы можем взять кремниевые элементы, например, работать с ними и видеть прямо за счет уменьшения их размеров видеть все возрастающую роль квантовых эффектов при обработке информации. То есть действительно это некоторый проводник, калитка, как вы сказали, из классического мира в квантовой. Что это за материалы? Как так получилось, что именно в них электроны начинают жить не как частицы, а как волны? Каждая новая научная концепция заставляет нас подняться на еще один логический уровень и задать себе вопрос, почему мы называем это волной? Или почему мы называем это частицей? Вот в квантовой физике есть фундаментальное понятие корпускулярно-волнового дуализма. Если мы спрашиваем квантовый объект, является ли он волной, он ответит нам, что он является волной. Если мы будем изучать его свойства как частица, то мы увидим эти проявления его именно как корпускулярного объекта. Действительно, электрон, будучи локализованный в специальных потенциалах, которые можно создать при помощи кремния, ведет себя, проявляет эти квантовые свойства, можно наблюдать эффекты, когда мы видим, скажем, проявление у электрона свойств волны, а не только частицы. Что это за материалы и почему? На самом деле мы же много, опять же, столетий пытались построить компьютеры. По крайней мере, этой идеей очень много лет, и первые компьютеры отнюдь не были построены на кремне, они были построены сначала на механических принципах, а потом на электромеханических. Возник вопрос, а как можно было бы создать систему, которая бы постоянно наращивала свою вычислительную мощность? И оказалось, что для этого нужно найти материал, который бы позволял создавать структуры, транзисторы, и соединять их между собой, делать это индустриально достаточно хорошо. И оказалось, что наилучшим было много, в принципе, попыток, было много кандидатов. Первый транзистор был не из кремния, скажем, а из Германии. Однако оказалось сквозь многие годы, что именно кремниевый транзистор за счет свойств материала, то есть можно более подробно углубиться в какие-то физические аспекты, но за счет своих свойств позволил создавать много транзисторов, упаковывая их на кристалле интегральной схемы. И вот, например, Гордон Мур, один из основателей компании Intel, на заре вот этой IT-эры, написал замечательную статью, в которой сказал, что я предсказываю, мое предсказание состоит в том, что еще многие годы наилучшим транзистором будет именно кремниевый транзистор. Да, и мы видим, что он оказался прав, что все компьютеры, которые мы сегодняшний день используем, построены на этой технологии. Ну, вот это вообще очень важное, почти такое метафизическое, по сути, следствие из квантовой теории, что мы как бы саму материю, из которой сделан мир, начинаем использовать совершенно по-новому. Да, это уже мы приходим тут ближе к тому, что называется вторая квантовая революция. То есть, если, например, впоследствии первой мы видим, что нам природой даны определенные свойства на уровне коллективных квантовых явлений, на уровне большого количества квантовых объектов, настолько большое, что лазерное излучение мы видим, да, то вторая квантовая революция, связанная с возможностью управлять отдельными квантовыми элементами, отдельными атомами, отдельными фотонами, отдельными электронами, выстраивать из этих систем то, чего в обычных условиях не существует, создавать новые фазы вещества и новые фазы материи. И действительно, вот следующий огромный интеллектуальный рубеж, который возник благодаря квантовой физике, и это те исследования, которыми сегодня занимаются, пожалуй, наиболее продвинутые научные центры по всему миру. Вот как вы считаете, Алексей, можно вообще сказать, что квантовая механика – это такая пограничная зона, такой фронтир между физикой и философией. Вообще, да, но сегодня, если говорить о том, кто лидирует в этом направлении, то у квантовой механики появился как бы некоторый следующий рубеж именно в исследовании фундаментальных свойств нашей материи – это попытка создания теории великого объединения. Дело в том, что есть разные взаимодействия, есть электромагнитное взаимодействие, гравитационное, слабое и сильно ядерное взаимодействие. И три из них удалось объединить в то, что он сегодня называется стандартной моделью физики элементарных частиц. А гравитацию к ним присоединить пока не удалось. Объединение дало бы нам единый набор уравнений, который бы описывал все события в нашем мире. И квантовая механика пока с гравитацией полноценно здесь соединиться не может. Это большой вопрос, возможно ли это сделать в принципе. И возникло большое количество новых направлений, которые инспирированы, конечно, квантовой механикой, но уже продвинулись в чем-то гораздо дальше. Вот, например, это теория струн. Да, вот теория струн, безусловно, один из сейчас тоже ярчайших примеров рубежа соединения такой натуральной философии, натур-философии, философии в принципе и физики. Квантовая механика, безусловно, тоже, потому что многое из того, что происходит в квантовой механике, заставляет нас задуматься о самых глубоких вопросах. Например, в кой мере, в принципе, мы можем познать наш мир? Есть ли этому фундаментальные ограничения? Есть ли в природе что-то такое, что мы познать не можем в принципе? Поэтому я соглашусь, это интеллектуально один из главных рубежей на стыке философии, физики с большим очень... спектром очень интересных, больших вопросов. А как вы думаете, вот вы могли бы теоретически открыть полупроводники до того, как вообще появилась квантовая физика? Вот почему нельзя было как с тостером просто пользоваться, не понимая, ну, как бы, ну, это работает? Много научных таких, так сказать, инсайтов и было до этого. То есть, в принципе, исследования, ну, скажем, по полупроводникам, по строению атома, они же велись до... То есть, люди изучали свойства материи, да? Скажем, вот еще одно явление, да, в котором, возможно, затронем, это сверхпроводимость. И она возникла как бы одновременно с появлением квантовой физики, но объяснена была при помощи квантовой физики много десятилетий вперед. Но ей уже пользовались, да, фактически, какое-то количество времени там сверхпроводимости, сверхтекучестью. Поэтому какие-то... Я думаю, что какие-то инсайты у нас могли быть. То есть, мы могли наткнуться на что-то подобное, что-то придумать, но мы бы точно не могли полноценно это использовать. Потому что для этого нужна, во-первых, глубокое понимание теории, которая за этим стоит, и фабрикация, да? То есть, нам нужно было бы начать где-то эти процессоры буквально производить и делать. Это невозможно было бы делать, не понимая теоретическую основу, теоретическую базу. Я, может быть, один экстранический пример приведу, извините. Вот какой. Вот связанный с сверхпроводниками. Что такое сверхпроводники? Это материалы, которые проводят электричество без потери. И первый сверхпроводник был обнаружен Мерлинга Монасом в своем эксперименте с артутью. И что он видел, он использовал для того, чтобы охладить артутью, жидкий гелий. И он видел, что при той температуре, которую он использует для того, чтобы добиться сверхпроводимости, она добивается при низкой температуре, пузырьки гелия как-то достаточно странно себя ведут. То есть он ожидал одного более вязкого поведения, а заметил, что что-то с вязкостью не то. И делал такую заметку, но не стал на это обращать существенное внимание. Основное внимание его эксперимента было направлено именно на сверхпроводимость как явление. Потом оказалось, что такое поведение было связано со свойством, которое называется сверхтекучесть. Сверхтекучесть – это движение жидкости без вязкого трения. И оно было открыто позже, было открыто Петром Леонидовичем Капицей, потом теоретически объяснено. То есть буквально на многие вещи мы натыкались в научных исследованиях. Но понятия объяснить мы их смогли бы после квантовой механики, после ее очень большого развития. Потому что каждое десятилетие, вот начало XX века, происходили действительно революционные вещи с точки зрения науки. Слушайте, вот мы как-то упомянули лазер, но давайте все-таки подробнее про него, потому что мне кажется, что это такой второй главный символ вообще квантовой революции. Скажите мне немножко про лазер. Возник вопрос, а можем, что будет происходить, и можем ли мы добиться так называемого когерентного излучения? Это излучение, при котором все кванты света, все фотоны, которые излучаются, будут одинаковыми. И оказалось, что это, в принципе, добиться можно. Каким образом? Можно создать некоторую систему, активную среду, которая будет излучать, которую мы будем готовить так, чтобы она излучала все фотоны одинаковыми. Ну вот, какой пример можно привести? Вот если у нас есть атом, и у него есть электрон, который может выходить на разных уровнях. Когда он опускается с одного уровня на другой, он теряет энергию, мы видим излучение кванта света, да, фотона, определенной длины волны. Вот если бы мы взяли такое большое количество атомов, и они бы все одновременно излучали все фотоны одинаковых характеристик, то мы бы видели излучение не как от лампочки, а как от лазера. Конечно, я сразу перед своим коллегами извинись, что в целях популяризации прощаю, но суть, в принципе, примерно такая. То есть мы добиваемся, за счет управления некоторой средой, возможности излучать большое количество когерентных одинаковых фотонов. Можно делать при помощи разных систем, можно при помощи атомов, можно при помощи, скажем, тех же полупроводниковых систем, твердотельных систем. Да, мы можем создать специальную структуру, в которой электрона будет два энергетических уровня, будет не реальный атом, а вот, ну там, кусок металла условно, кусок полупроводника. Там будет два уровня, и если электрон будет переходить с одного на другой, то мы будем видеть это излучение. Если мы будем видеть тот же процесс, который называется рекомендация, опять же, он будет связан с появлением фотона. Поэтому фундаментально, начиная с работы Эйнштейна, которую я упомянул, было довольно многое сделано в понимании концепции этого когерентного излучения. Что здесь интересно, что когерентное состояние, которое есть в лазере, это тоже такой мостик между квантовой и классической физикой. Потому что можно очень сильно ослабить когерентное состояние, до очень маленького числа фотонов, так что может быть 0,1 фотона на импульс. То есть только в одном из 10 импульсов будет реально содержаться фотон, ну или примерно так. То есть когерентное состояние есть и в квантовом мире, и мы их можем использовать. И сейчас мы это делаем. И в классическом. Да, вот в этом смысле состояние лазерное, они тоже являются тем самым мостиком. Поэтому совершенно не случайно, что именно транзисторы лазера были плодами вот этой первой квантовой революции. Насколько я помню, там в лазере главный принцип называется вынужденное излучение. Почему такое слово? Мы как бы в прямом смысле вынуждаем частицы излучать свет? Да, да. То есть мы создаем условия, при которых они как бы возбуждены, так что им нужно сбросить это возбуждение и излучить свет. Вот, мне кажется, самое близкое к каждому применение лазеря это оптическая связь, кабель, по которому к нам в дом приходит быстрый интернет. Скажите, а вот с помощью обычного света тоже можно передавать информацию или нужен именно лазерный луч? Чем он вот так крут? Конечно, можно. То есть, вот если я возьму лампочку, мы можем с вами договориться, что есть временные окна, и если в это временное окно лампа сейчас зажглась, то это ноль, а если не зажглась, то это единица или наоборот, да? Мне зажглась ноль, зажглась единица. Но это будет колоссально неэффективно. Как я буду это делать? Вам нужно это наблюдать, вам нужно это детектировать, вам нужно как-то это передавать. А гораздо более эффективно использовать возможность передачи лазера по оптоволоконным линиям, да? Выбрать длину волны, в которой мы можем гарантировать, что будут минимальные потери, да, максимально возможное расстояние. Поэтому лазер, как способ передачи информации, способ передачи данных, ну, в каком-то смысле, можно сказать, круче, чем какой-либо другой способ. Более технологичен и более индустриален, да? Потому что, помимо вот своих, свойств, которые мы уже упомянули, есть возможность сделать модулирование, то есть, есть возможность менять характеристики лазерного излучения в зависимости от той информации, как мы ее можем закодировать. можно делать распараллеливание, можно делать один канал, в котором на разных длинных волн будет передаваться разная информация. То есть, очень много это называется мультиплексирование. Поэтому лазер гораздо более технологичен здесь, как способ передачи информации, и сегодня он действительно входит в дом каждого из нас по оптоволоконным кабелям. Вот я хотела поговорить еще про одну важную вещь, к которой мы все привыкли. Это GPS в наших мобильных телефонах. Когда узнаешь, вообще, как это работает, то это кажется, опять же, какой-то магией. 20 тысяч километров над нами висят 24 спутника, на которых работают какие-то атомные часы. И каждый телефон как бы в мире непрерывно с ними связывается. Я правильно излагаю? Концептуально, да. Для того, чтобы иметь возможность позиционироваться, нам нужен стандарт частоты или времени, который нам выбран. То есть нам нужно очень точно уметь отчитывать время. Этому могут очень помочь, опять же, квантовые технологии. Атомы хороши тем, что переходы электрона, они могут быть очень стабильны. То есть это величина, которая не меняется. Поэтому, если мы можем привязаться к нему как к источнику частоты, то это позволяет нам с очень высокой точностью мерить время, пересчитывать пространственные положения. Поэтому действительно появлению GPS мы обязаны квантовой физике, но не только ей, также эффекты теории относительности тоже уже учитываются в системе глобального позиционирования. Поэтому каждый раз, когда вы пользуетесь этой системой, вы прикасаетесь к двум очень важным столпам современной физики. Не так давно были представлены разработанные в России часы на ионе, на одиночном ионе и тербе, который, благодаря своим свойствам, благодаря своей стабильности, позволял очень высоко, точно, с большим количеством нулей после запятой, знать характеристики, которые нам нужны для систем глобального позиционирования. А эти часы, их можно считать самыми точными во всей Вселенной? Это самые точные часы. Самые точные часы, которые есть в мире, построены на квантовых принципах. Более того, можно пойти еще дальше за счет принципов квантовой запутанности, сделать системы часов, которые еще будут друг друга проверять. И мы можем точно знать, что эта система преодолевает, она близка к тем фундаментальным пределам, с которым, в принципе, величина частоты времени может быть измерена. Смотрите, вот еще недавно выяснилось, что и птицы, и птицы тоже используют для этого квантовую физику во время перелетов. У них, как бы, в глазу есть белок, если я не ошибаюсь, криптохром он называется. И он, под действием фотонов, помогает им физически ощущать магнитное поле Земли, чтобы определять, куда лететь. Это вообще, ну, правда, вот в голове даже не умещается. Вы слышали об этом открытии? Почему их организм умеет управлять вот этим квантовым миром, а мы нет? Как так вообще? Собяк, сразу скажу, что к этой работе неоднозначное мнение у научного сообщества. То есть, действительно, это очень интересная идея, интересная концепция, но у нее не так много, на самом деле, таких полноценных сторонников, потому что это некоторая модель, которая экспериментально до конца не исследована, поэтому консенсуса в отношении этого вопроса нет. Действительно, вообще, довольно интересный, красивый вопрос. Вот у нас есть некоторые процессы в нашем мозгу, да, а часть из них обусловлена взаимодействием нейронов, часть из них обусловлена передачей, оптической передачей информации, то, что такие гипотезы высказываются. Какова роль там квантовых эффектов? Это большой, открытый вопрос, которым занимаются многие научные группы, и ответа окончательного здесь нет. И вот эта работа, которую вы упомянули, действительно, очень интересный пример, как это могло бы было бы быть, что белки, да, с одной стороны, ну, давайте я упрощенно скажу, что они еще не настолько большие, чтобы стать полностью классическими для описания, что они все еще чувствуют эффекты там отдельных фотонов, отдельных квантов света, да, и это каким-то образом влияет. Но, повторюсь, да, консенсуса в отношении этого вопроса нет. Этот вопрос нет ривиальный, а его необходимо еще какое-то время исследовать. Хорошо, но вы верите, вот лично вы в этом? Я думаю, что в нашем мозгу даже есть определенные процессы, за которые отвечает квантовая физика. Но это не более чем вера, да. Почему это не более чем вера? Потому что это было бы очень необычно. Потому что, если вы посмотрите на большинство систем, с которыми мы даже сейчас с вами их обсуждали, они в основном холодные и твердые, а наш мозг, он мягкий и теплый. Поэтому возникновение и поддержание там свойств квантовой физики, это было бы очень интригиально, потому что квантовые эффекты существовали бы в довольно необычном для них состоянии окружения. Но мне кажется, что это вполне возможно, да, более того, я в это верю. Я знаю, что есть представители научного сообщества, которые серьезно рассуждают о том, есть ли последствия у квантовой физики, влияние на наше сознание и так далее. Это большой открытый, рубеж большой открытый вопрос. Ну, можно чуть дальше мы еще копнем. Почему вам кажется, что это возможно? Ну, у меня аргумент на самом деле вот какой. Дело в том, что наш мозг способен просчитывать какие-то квантомеханические явления. Да, то есть мы уже способны написать формулы и не видя квантовые объекты, да, сопоставить им что-то, какие-то процессы. Вот, то есть наш мозг в каком-то смысле такой маленький компьютер, который может решать квантомеханические задачи определенной размерности. И отсюда вот у меня есть такая, я говорю, это не более чем гипотеза, не более чем вера в то, что за это могут отвечать определенные квантовые эффекты. Алексей, скажите, вы верите вот в эту гипотезу Роджера Пенроуза, что мозг это вообще по сути квантовое устройство? Да, как раз его я относил к числу людей, которые всерьез занимаются этой концепцией, Роджера Пенроуза, есть замечательные книги, научная работа, посвященная на эту тему. Я отчасти ее разделяю, но я думаю об этом слегка иначе, то есть мне хотелось бы понять, какой эксперимент мог бы это явно выявить. Можно ли провести экспериментальную задачу, которая бы показала, что действительно какие-то процессы мышления в нашем мозгу или процессы нашей жизнедеятельности обусловлены квантовыми принципами, да, и какими именно квантовыми принципами. Вот меня очень занимает вопрос, можно ли такой эксперимент поставить. Знаете, как вот есть эксперимент на искусственный или естественный интеллект из Тьюринга, да, вот можно было бы придумать тест на квантовость, да, вот взять условно какое-то классическое мыслительное устройство, где мы понимаем, что оно в основном работает по классическим принципам. Я человеческий мозг дать задачу и понять, что вот без квантовой физики мы бы с этим не справились. Хорошо, ладно, давайте сейчас уже перейдем обратно к тому, что было проверено наукой. Значит, у нас появились транзисторы, лазеры, GPS, как вы говорите, вторая квантовая революция, и теперь, вы сами сказали, мы можем с помощью квантовых законов управлять потерей прямо на уровне отдельных атом и частиц. а вот где-то в конкретных открытиях мы уже это умеем применять? Конечно, и это три больших концепции, которые возникли за последние десятилетия, которые называются квантовые вычисления, квантовая коммуникация, квантовая сенсорика. Идея этих трех направлений это использовать свойства отдельных квантовых объектов, отдельных атомов, отдельных фотонов, отдельных электронов, отдельных ионов для того, чтобы создавать новые приборы и устройства, которые могут делать то, чего не могут делать привычные для нас, скажем, компьютеры или средства коммуникации. Давайте начнем с квантовой коммуникации или квантовой криптографии. За счет того, что мы будем кодировать информацию не в мощные лазерные сигналы, как мы это делаем при передаче данных по оптоволоконным кабелям в интернете, а за счет того, что мы будем кодировать информацию в одиночные квантовые объекты, в одиночные фотоны, можно добиться того, что любая попытка вмешательства злоумышленников процесс передачи таких квантовых состояний нами будет обнаружено то есть используя законы квантовой физики такие как принцип неопределенности а как значит невозможность копирования заранее неизвестных квантовых состояний мы можем добиться того что любая попытка любое вмешательство третьей стороны в процесс передачи квантовых состояний будет обнаружено и это гарантируется именно фундаментальными свойствами квантовых объектов и это то что возникла как идея на рубеж этом 80-х годов 83 84 год была придумана как некоторые математическая концепция и последние несколько десятилетий уже существует как реальное устройство которое можно применять для защиты банковской информации который можно увидеть для защиты видеоконференц связи и для многих других приложений строится квантовые сети то есть устройство который а значит у инфраструктура в которых информация защищается при помощи квантовых принципов конечно пока каждый из нас с вами напрямую не является пользователем устройства квантового распределения ключей но наша информация которую мы передаем банкам другим организациям она уже нуждается в защите и вполне возможно в ближайшем будущем будет защищаться при помощи квантового распределения ключей поэтому вполне возможно какой-то момент ну если не вы как человек то вы может быть как представитель организации или бизнеса а когда будете платить за тариф в интернете поставите галочку добавить квантовую защиту да и помимо защиты помимо передачи по оптоволоконным линиям связи параллельным и будут будут передаваться криптографические ключи для шифрования информации это блестящий опять же блестящий пример когда начиная с открытия на кончике пера некоторых использования некоторых фундаментальных физических свойств мы приобретаем реальную технологию которая может гарантировать нам то чего не может гарантировать классический подход окей а вот например мрт и главный принцип мрт ядерно-магнитный резонанс это уже вторая революция по есть там как бы по сути каждый атом нашего тела превращаем в такой микроскопический передатчик и он сам как нам сообщает о своем состоянии так да это хороший пример я ожидал что вы зададите этот вопрос а он мне кажется на стыке да то есть там действительно есть какой-то компонент индивидуальности да что мы контролируем практически каждое каждое там молекулу да скажем или каждая объект однако все равно мы смотрим на картинку в некотором соединенном формате нам а для того чтобы понять мрт а отделить скажем одно другого там границы каких-то органов или границы тканей нам достаточно некоторого взгляда в среднем все-таки быть идеальный мрт 1 уровне значит на уровне 2 кванта революции было бы возможно действительно скажем заглянуть внутрь отдельной клетки поверить свойства отдельной клетки как бы сделать томографию отдельных клеток и скажем разделить здоровые клетки и зараженные клетки такие эксперименты первые проводятся на самом деле они же им несколько лет поэтому вполне возможно что мы увидим некоторую как бы более продвинутую версию томографии до магнитно-резонансной томографии компьютерной томографии благодаря вот необычным свойствам квантовых объектов а можно еще вот такой философский вопрос сто лет назад появилась квантовая физика и самим своим появлением она вызвала настоящий шок в мире науки и физики там передали свою растерянность философом а те широкой общественностью вот вторая квантовая революция это тоже станет таким неким шоком или мы уже привыкли к чудесам я думаю что мы отчасти привыкли к чудесам энштейн говорил что можно жить с двумя подходами как будто никаких чудес нет или как будто все что вокруг нас происходит это чудеса вот я думаю что мы как общество склонились во вторую чашу да когда мы считаем что да чудеса вокруг нас и это замечательно и побольше бы чудес нас окружала но философские вопросы тем не менее есть а прошлом году была получена нобелевская премия по квантовой физике за достижение в том числе в проверке так называемых неравенств было это делал алленом в том числе ланас п и я с ним общался на предмет этих экспериментов он говорил то для меня всегда важно было несколько получить конкретный результат сколько понять и что стоит за этим результатом какая философская идея у него много его работ были посвящены тому что сегодня называется фондей шансов quantum mechanics основания кванта механика как мы относимся как мы думаем как мы интерпретируем то что мы видим и я думаю что это безусловно важно несмотря на то что действительно ко многим чудесам и привыкли будут новые чудеса вот один вопрос а больших глобальных да можно ли построить большой квантовый компьютер а большой квантовый компьютер это устройство котором большое количество квантовых объектов соединены между собой используется для обработки информации так как будто мы заменили транзисторы в нашем компьютере на отдельные атомы или отдельные электроны или отдельные фотоны и оказывается что за счет суперпозиции запутанности такие вычислительные системы могут быть эффективнее классический компьютер в определенных задачах и вот философский вопрос а можно ли построить квантовый компьютер ведь нам нужно будет соединить огромное количество квантовых объектов при этом сохранить их квантовые свойства не найдем ли мы на каком-то этапе фундаментальную границу начиная с которой это сделать нельзя это некоторый открытый вопрос на люди вьются над ним то есть они строится больше большего масштаба квантовые системы контролируемые там атома и атом или квотон за фотоном или электрон за электроном и он за ионом для того чтобы понять как это может работать если какие-то фундаментальные ограничения и представьте что будет гипотетически если эти ограничения могут быть найдены найдутся новые законы природы и необходимость об объяснить почему такие границы почему такие барьеры в принципе могли бы существовать поэтому мы активно общаемся с людьми которые занимаются философией чтобы они могли помочь нам понять как обо всем об этом можно подумать то есть это какая-то неразрывная история философия и квантовая физика то знаете вообще наука и философия не очень разрывен в моей голове то есть вот и ньютон он очень был прав когда говорил о математических началах натуральной философии вот натуральная философия это то к чему сегодня сводится науки мы на самом деле как 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 мы поступили вот нас блата физика потом появилась химия биология вроде не стали какими-то независимиными науками а сегодня ему больше всего excited все больше слышим о междисциплинарных исследованиях что на самом деле есть соединение всех этих научных принципов вместе это самая натуральная философия которая есть словно аспект природы аспект математики как языка науки безусловно аспект философии потому что ну примеру а лэнаска показывает что нам то есть ученые до которые придерживаются принципу принципа shot up and calculate заткнись и считай да то есть ты можешь не понимать как это работает но ты пишешь уравнение уравнение работы аланасп нам показывает что продуктивный подход но он не всегда привод к нобелевской премии поскольку он задумывался глубоко и философски размышлял о своих работах физических концепциях и это я думаю сыграл немаловажную роль в том что эта тема в итоге стала предметом нобелевского нобелевской премии если мы научимся манипулировать самой структуры материи на квантовом уровне это будет какой-то прекрасный новый мир вторая квантовая революция позволит нам создавать новые виды материи я думаю что да и один из примеров куда движутся устремленные умы исследователей это высокотемпературные сыропроводники то есть то то открытие сыропроводимости про который я говорил было при очень низкой температуре а нам бы хотелось иметь возможность передавать электричество без потерь до при комнатной температуре в природе мы пока не можем наткнуться на такой элемент на такое соединение на такой такой материал который обладал этими свойствами вполне возможно нам нужно его создать синтезировать и для того чтобы его создать нужно понять на фундаментальном уровне как устроено вещество что отвечает за явление высокотемпературной сыропроводимости какая структура должна быть найдено или создана и поэтому это один из примеров когда действительно мы пойдем прекрасный номер новый мир которым будет материалы которые синтезированы на квантовом уровне обнаруженные нами созданные нами ну вот если пофантазировать чуть дальше как вы считаете что может стать такой новой плазмы ну вот квантовый компьютер в каком-то смысле это новая фаза материя да то есть эта фаза материи в которой которая удивительным образом сочетает в себе возможность сохранить квантовые свойства а при этом быть достаточно большой при этом быть контролируемой да то есть так чтобы можно было эти программируемым образом эти свойства менять поэтому сам по себе квантовый компьютер вот мы когда думаем компьютер ну что такое это устройство да на самом деле с точки зрения физики и философии это некоторое уникальное состояние материи которая сочетает в себе то что обычно природе не сочетается да то есть я могу привести такой ну банальный пример да вот если у вас есть коллектив людей да и вы хотите создавать очень большую команду то обычно очень тяжело начинает быть контролировать каждого из них по отдельности да а а вот окван твой компьютер это то же самое только на еще более сложность нам нужно собрать огромное количество квантовых объектов которые хрупкие которые взаимодействия внешним окружением которые нам еще контролировать нужно по отдельности да это уникальное состоянии уникальная cosa вещества создав который мы не просто создадим некоторые новый девайс создадим то чего природе обычно не бывает хорошо уже второй раз упомянули квантовый компьютер давайте по него и поговорим но для вот до того как мы доберемся до детали скажите вы лично верите что он будет создан если да то когда квантовый компьютер уже используется квантовый компьютер уже соревнуются самыми мощными классическими суперкомпьютерами то есть мы находимся на очень интересном опять же научно технологическом рубежа когда очень маленькие квантовые компьютеры которых всего там 50 70 100 квантовых объектов соревнуются с самыми мощными компьютерами созданными на от классических принципах или на перед принципах 1 квантовой революции если быть более точно когда они смогут стать полностью полезными это вопрос открытой то есть я даю какие оценки что 2 3 4 года мы увидим решение каких-то определенных задач прикладных на уровне или лучше суперкомпьютеров а масштабное внедрение это вопрос 5-10 лет может быть больше компьютер которого с таким нетерпением ждут и который по мнению многих вообще техно оптимистов трансформирует вы все вы вот с ними согласны насколько быстро этот переход от битов к убитам изменит нашу жизнь вы знаете наверное я здесь не очень репрезентативный пример поскольку на мою жизнь это влияет уже сейчас влияет уже длительное время я занимаюсь исследованием этой области студенты которые приходят ко мне на курсы программируют квантовые компьютеры школьники который приходит к нам на стажировку учится программировать квантовые компьютера для многих людей которые начинают знакомиться с этой области это уже становится сегодня определенной реальностью да поэтому вот этот процесс входа квантовой компьютеру нашу жизнь не станет каким-то единомоментным, с моей точки зрения. Он станет, он будет медленно-медленно-медленно происходить. Точно так же, с моей точки зрения, как это происходило с классическими компьютерами или с интернетом. Интернет на первом этапе был для гиков, для людей, которым нужно было решать то, с чем обычный человек не сталкивается. А потом в какой-то момент стало инструментом, который мы используем всегда и постоянно. Да, то же самое может произойти с квантами-компьютерами. Сейчас это будет инструмент для научных исследований, это будет что-то, чем учат в продвинутых университетах. Год за годом его возможности будут расти, и он будет все более и более интересен для нас с вами, как для конечных пользователей. А произойдет ли так, что квантовый компьютер будет в кармане каждого из нас? Пока вопрос. Но исключать этого нельзя. Потому что когда люди думали о развитии классических компьютеров, они сделали поразительно неправильные предсказания. Они говорили, что миру будет достаточно пяти компьютеров. Или что мы не представляем себе приложение, которое требует больше, чем 128 килобайтов оперативной памяти. Реально нам нужно больше, и компьютеров гораздо больше, чем пять. Сегодня квантовый компьютер может быть не так много, но как только мы будем развивать приложение, развивать задачи, где он будет полезен, его востребованность будет расти. Хорошо. Вот говорят, что в России уже утверждена дорожная карта развития квантовых технологий, и там написано одна из целей, это создание к 2024 году отечественного 50-кубитного процессора для квантового компьютера. На ваш взгляд. Это реально может как бы уже быть тут в следующем году? Это реально. Более того, дорожная карта, она устроена таким очень последовательным образом, то есть там нет такого, что мы, ученые, заперлись в 2021 году, и в 2024 мы пришли и сказали, вот наш 50-кубитный квантовый компьютер, коллеги, пользуйтесь. Каждый год растет количество кубитов, которые есть, квантовый процессор, который разрабатывается в России. Это 4, это 8, 16, 20, 30, 50, то есть это некоторый последовательный путь. В конце каждого года есть некоторое число, на которое мы ориентируемся, да, вот в прошлом году, например, это было 16 кубитов, демонстрацию работы которых нужно было провести. Этот путь крайне сложный, и дорожная карта – это очень амбициозный проект, очень интересный, который потребовал вовлечения лучших специалистов России, работающих в этой области. И цели амбициозные, очень интересные, и насколько я могу сузить по себе и по своим коллегам, мы настроены на то, чтобы они выполнялись. Вы вот сказали, что у второй квантовой революции три главных вектора. Вот очень кратко обсудим и остальные. Квантовая сенсорика – сервчувствительные датчики и размером атомы, которые можно внедрять в биологические объекты, измерять температуру или делать МРТ каждой отдельной клетке тела. Как это вообще уместить в голове? Дело в том, что мы создаем искусственную некоторую квантовую систему, которая напоминает по своим свойствам атом, и мы можем за счет ее маленьких размеров и за счет очень высокой степени контроля над ними делать измерения с пространственным разрешением размеров отдельных клеток. Такие эксперименты проводились, на самом деле, уже достаточно длительное время назад. Первые эксперименты 10 лет назад проводились по этому направлению, где селективно измерялась температура отдельных клеток, да, и было показано, что какие-то клетки более нагретые, чем другие, по определенным биологическим принципам. В общем, идея квантовой сенсорики – это создать на базе квантовых принципов измерительное устройство, которое какую-то величину может мерить с предельно допустимой природой точности. Но как бы в каком-то смысле атомные часы, которые мы с вами обсуждали, это квантовый сенсор или квантово-метрологическое устройство. Вот такие одиночные атомы или одиночные искусственные атомы, такие структуры, это могут быть магнитометры, да, это могут быть гравиметры, то есть то, что локальный измеряет изменение гравитационного поля. Многие-многие другие параметры можно было бы измерять, и это, конечно, опять же, очень интересно, поскольку количество сенсоров, которое нас с вами окружает, тоже год от года растет. Квантовый сенсорик и квантовая коммуникация в каком-то смысле, вот они… и квантовый член, они все взаимосвязаны. То есть у них у всех есть некоторые принципы, на котором все это строится. Это суперпозиция, возможность квантовых систем находиться одновременно в нескольких состояниях. Это запутанность, это позволяет нам взаимоувязать состояние одних кубитов с другими. Это хрупкость квантовых состояний. И для квантового компьютера это вызов, а для квантовых сенсоров это преимущество, поскольку, раз квантовые системы хрупкие, они могут даже малейшие изменения окружающей среды каким-то образом измерять. Да, и вот эти столбы, еще там несколько примеров, скажем, невозможность копировать квантовое состояние, если оно вам неизвестно идеальным образом. Мы привыкли, что классическую информацию мы можем сколько угодно много раз копировать. Квантовые состояния идеальным образом, они известные, нам копировать нельзя. Вот на этом строится квантовая технология. Вот еще одна очень важная область прорыва, это квантовая метрология. Какой это вообще новый способ измерения, в котором используется именно эта квантовая запутанность, о которой только что дали Нобелевскую премию? А как вообще что-то можно точно измерять на основе запутанности? Да, на самом деле, просто термин запутанность, он немножко нас запутывает. На самом деле, когда вводилась эта концепция, это называлось сцепленностью, или вот с немецкого это Верштрангунг, это когда бревна сцепляли между собой, вот это их состояние называлось Верштрангунг, состояние как бы их взаимоувязанное, да, и поэтому запутанность это вот такой один из переводов, интанглмент, да. В чем идея? Идея в том, что когда мы запутываем квантомеханические состояния, разные состояния подсистемы начинают чувствовать друг друга. Условно, если у нас есть какое-то запутанное состояние трех или четырех частиц, изменение одной частицы влечет изменение всех, поскольку общее состояние системы нельзя разбить на состояние подсистемы. В этом и суть запутанности. И получается как? Что если есть, например, какой-то распределенный сенсор, да, который меряет что-то в разных точках пространства, он может, измеряя в одной точке, как бы сообщать о результатах своих измерений в другие точки? За счет этого это может как-то каким-то образом корректировать там общее состояние, которое мы измеряем. Например, мы меряем какой-то параметр. Мы хотим получить какую-то усредненную картинку по четырем точкам. Да, мы можем за счет запутанности позволять всем этим точкам знать о результатах состояния друг друга. И это позволяет преодолевать пределы, с которыми измерения производят привычные нам метрологические устройства. Вот время, да, один из примеров, который мы с вами упомянули, это как раз устройство квантовой метрологии. Но вы знаете, граница между метрологией и сенсорикой, она очень размыта, да, поэтому часто все это называют просто quantum sensors, да, квантовые сенсоры. Ну и их компонентами является устройство для метрологии, то есть для стандартизированного высокоточного измерения каких-то параметров. Хорошо, и вот последний вектор, это квантовая коммуникация, которую вы тоже упомянули. Вообще про вас пишут, что вы создатель первого в мире квантового блокчейна, какая-то новейшая технология защиты данных. И вы как-то утверждали, что она будет абсолютно надежной. А разве такое вообще может быть? Ведь жизнь чему? Что все, что кто-то зашифровал, кто-то другой может взломать. В квантовом будущем не так? В целом, в том, что вы говорите, есть доля истинная. Всегда очень трудно делать ультимативные заявления, да, говорить о чем-то абсолютном, о чем-то безусловно стойком. Однако, говоря вот конкретно о примере квантового распределения ключей, квантовой коммуникации и квантового блокчейна, к чему это все сводится? Дело в том, что есть типы шифрования, которые называются абсолютно или информационно-теоретически стойкими. Что это означает? Что злоумышленник, даже обладая неограниченными вычислительными ресурсами вселенского размера компьютеров, который считает все очень быстро и не сможет взломать информацию. На чем это основано? Это основано на том, что информация шифруется при помощи одноразовых случайных ключей. То есть, вот мне нужно передать вам какое-то сообщение. Это сообщение длины, скажем, 10 битов. Оно выражает какую-то информацию секретную, которую я хочу поделиться только с вами, ни с кем другим. Мне необходимо передать по открытому публичному каналу. Вот при каких-то других людях, которые находятся рядом с вами, произнести так, чтобы только вы, вы только вы могли ее прочитать. Для того, чтобы это сделать, мы используем сущность, которая называется криптографический ключ. Это параметр, который мои 10 битов преобразует в ту форму, в которой, если я ее передам по открытому каналу связи, это ничего не скажет никому, кроме вас, потому что ключи есть только у меня и только у вас. Математически доказано, что если ключ случайный, по размеру, равный размеру сообщения, и используется только один раз для каждого нового сообщения, то злоумышленник ничего не может понять про эту информацию. Почему? Потому что он не знает ключа, для него все ключи равновероятны, он будет получить это сообщение, будет перебирать все возможные ключи, а перебирая все возможные ключи, он получит все возможные сообщения. И таким образом, для него абсолютно равновероятно, что я вам сказал, да, я согласен, или нет, я не согласен. Потому что шифрование одним ключом означало бы да, а шифрование другим ключом означало бы нет. А для него эти события равновероятны. Но возникает большая проблема. Откуда взять такой криптографический ключ? Так вот, квантовое распределение ключей, или квантовой коммуникации, как раз таки и снабжают нас случайными криптографическими ключами. А откуда их случайность и защищенность берется? Она сводится к фундаментальным физическим законам. До тех пор, пока никто не может взломать законы физики, он не может получить доступ к этому ключу так, чтобы мы это не обнаружили. А если мы это обнаружим, мы такой ключ использовать не будем. Мы будем использовать только тот ключ, про который мы с вами знаем, и законами физики гарантируется, что никто, кроме нас, не имел к нему доступ. Вот отсюда эта идея абсолютной защиты к сводимой к законам фундаментальной физики. Более корректно, более научно говорить, что это, конечно, так называемая информационно-теоретическая стойкость. То есть стойкость, которая... То есть информация устойчива против атак с ограниченными вычислительными ресурсами. И мы действительно применили это впервые к технологии блокчейна, к распределенной сети устройств, которые, обмениваясь такими ключами, защищали информацию так, что никто, даже обладая квантовым, постквантовым, кварковым, вселенским квантом-компьютером, не смог бы взломать соответствующие криптографические ключи и получить к ним доступ. То есть получается, по сути, что начало эры квантовой коммуникации, это конец эры большого брата, можно так сказать? В каком-то смысле, да, потому что устройства шифрования, которые мы используем, они основаны на физике, да, а не на математических принципах. И очень трудно обеспечить большому брату доступ к этим ключам в нужный момент, да, незаметным образом, потому что это бы рушило всю концепцию. Конечно, у большого брата все еще остаются возможности. Ну, например, он может подкупить физика, который программирует это устройство квантовой коммуникации. Но с точки зрения технологии, система действительно высоко защищена и высоко надежна. Ну, будем надеяться, что ровно так и будет. Алексей, вот это была невероятно интересная, вдохновляющая беседа. Спасибо вам большое, что вы согласились стать нашим проводником. Я бы даже сказала, сверхпроводником вот этот магический мир квантовых явлений, мир, который, я очень надеюсь, мы уже скоро научимся управлять. я с вами прощаюсь. Спасибо большое. И с вами тоже, дорогие друзья. Увидимся в следующий раз. Да, Савико, спасибо. Очень приятно. Очень интересно было поговорить. Спасибо. 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 Спасибо.